Привет, друзья! Ничто не новое под солнцем, как сказано. Оказывается, я изобретаю велосипед. Да, правда. Я поэтому, оказывается, всегда удивлялся, почему я пишу, 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 много лет пишу, и книги пишу, и то, и то, и то, и говорю, и пишу. И постоянно сталкивался с сопротивлением. Потому что мне говорили, ну это же давно известно, ну это же давно известно, ну это же давно известно. И да, действительно, на самом деле я изобретал велосипед. Я просто взял сегодня и посмотрел, что такое слово «медитация» в Википедии. И тоже вам рекомендую посмотреть. Оказывается, «медитация» в переводе – это размышление. Ну и дальше, дальше, дальше там написано, и в разных вариантах, что это такое, и какие техники существуют для этого. Но дело в том, что я понял и другое, что я изобретаю велосипед, но гоночный, новый. Потому что время ускоряется, и сейчас нет времени заниматься людям теми практиками, которые были такие вот многосложные, да, которые не все сразу понимали. Вот «медитация». В принципе, она настроена на то, чтобы и вызвать медитативное состояние, в котором человек спокойно может размышлять. Так вот, смотрите, я же все время говорил об этом, нулевое состояние, состояние созерцания, когда твое «я» отсутствует, «эго», «эго», «я» в этом смысле, твои рефлексы, страхи, пристрастия, комплексы, стереотипы отсутствуют, и ты видишь как бы таким более успокойным, уравновешенным взглядом мир и себя таким, как есть, как бы со стороны. Так это же есть нулевое состояние, а теперь говорят тоже современная психология о дефолте мозга. Но это тоже ничто не новое под солнцем. Это же есть медитация. Достижением медитации практически является именно вот это состояние нулевое. Так вот же в чем дело. Оказывается, я создал метод-ключ для того, чтобы устранить все ошибки и те непонимания, которые возникали во всех этих тысячелетиях. Потому что очень многие люди, которые пытались достичь медитации, как вот этого состояния, а это путь к нирване. Видите, по существу высота медитации, как и дзен, посмотрите в Википедии, да. Это то же самое. И то же самое и в суфизме фана, это слияние с Богом. Ну, когда тебя нету, как бы. Ты как бы со всей вселенной един. Так вот, оказывается, много было проблем. Почему? Потому что, например, очень многие, когда занимались медитацией, они неправильно это делали. Они пытались это делать усилив воли. То есть были пошаговые какие-то такие вот процедуры, когда в первый день, например, надо сосредоточиться на чем-то. Так сильно сосредоточиться, чтобы отстраниться от всего. То есть насилие над собой делали. И много там ошибок. И там были случаи, когда и болезни какие-то возникали у людей. Да, и сто лет назад, и тысячу лет назад. Об этом много написано в разных статьях, какие проблемы возникали. Так вот, новый велосипед, который я создал, оказывается, устраняет эти ошибки. То есть по существу, когда мы подбираем действия текущие, ну, по текущему состоянию в данный момент, которое у человека актуально, подбираем действия синхронные его текущему состоянию, то есть вашему, например, да, перебирая различные по принципу подбора, путем перебора. Потом, когда я говорю о дозе, если вы делаете одну минуту, это как 50 грамм для храбрости. И если делаете дольше, то это как бутылка. То есть эндорфинная аптека включается и другие, сопряженные с этой радостью и самоисцелением эндорфины. И, ну, там, другие, там целая группа этих эндорфинов, не эндорфинов, а дополнительных там еще много там чего. Сейчас уже начинают психологи, физиологи говорят, не только эндорфин. Да, конечно, не только. Там целая аптека включается, как гормоны радости и самопознание обеспечивают. Ну, вы представляете, как интересно, да? Ну, посмотрите в Википедию, что такое медитация. А разве не я говорил о том, что для того, чтобы человек был человеком, он должен вернуться к своей природной сущности? Разве я не говорил о том, что хомо саппинс – это человек разумный, стало быть, если медитация в переводе – это размышление, а размышлять человек может быть только когда? Когда он не задействован во все эти отвлекающие и конкурирующие сигналы, когда он становится самим собой. Так я же и говорил, счастье – быть собой. По существу я дал технологию к этому, современную. Поэтому я говорю, в соответствии со временем, время ускоряется. Ну, так и появляется. Я вот, а тренинг тогда появился, и психоанализ тогда до этого еще появился, и многие методы. Да все же, и Фрейд, и все другие, они как раз-таки этим и занимались, и то, чем и я занимаюсь. И с каждым веком ускоряется процесс достижения этого состояния, способности человека быть разумным, мыслящим существом. До встречи, друзья. Посмотрите в Википеде медитация.